Добрый день, прекрасные и дорогие! ГУТЕН ДАК, МАНИ ЛИБЫ! Меня зовут Айла, и я сибирская потомственная шаманка. Я heiße Айла, и я сибирская шаманка уже несколько генераций. С удовольствием я продолжаю рассказывать вам о сибирской шаманской традиции. В современном мире стал достаточно сильно популярен шаманизм. К сожалению, шаманизм популярен не потому, что это культура, как чувствует, что все вокруг тебя живое. К сожалению, современный шаманизм популярен потому, что появилась информация, что в шаманизме используют галлюциногенные растения. В прошлом веке, в конце прошлого века вышли удивительные книги Карлоса Кастанеды, Учения Дона Хуана. Это книги о мексиканском шаманизме. Когда-то и этот шаманизм произошел из сибирской традиции. Но со временем эта традиция мексиканская видоизменилась. И Карлос Кастанеды написал 10 книг о своем ученичестве у мексиканского шамана Дона Хуана. Карлос Кастанеды написал 10 книг о своем ученике, о своем ученике, о своем ученике, о своем ученике Дон Хуан. Люди читали эти книги, и из всех 10 книг самое главное, что люди увидели, это несколько отписанных церемоний принятия периодля. И получилось, что будто бы весь мексиканский шаманизм сводится к церемонии принятия галлюциногенных растений. Перечитайте, пожалуйста, книги Карлос Кастанеды. И обратите внимание, что самим церемониям принятия периодля уделено в книгах маленькое время. Потому что на самом деле эти книги не про галлюциногенные, не про наркотики. Все остальные 10 книг описывают уникальную мексиканскую шаманскую культуру. Книги Карлоса Кастанеды получили свою популярность только в определенных клубах людей. Эти книги Карлос Кастанеды получили свою популярность только в определенных кризисах. Ну а дальше. В 2004 году на экраны вышел фильм «Блубери». Этот фильм очень понравился зрителям, потому что был интересный сюжет, и там играли знаменитые актеры. Я не знаю для чего. Может быть для того, чтобы сюжет был более интересный. В этот фильм вставлена церемония принятия Айваски. И благодаря этому фильму произошла популяризация перуанского шаманизма. И снова получилось так, что люди узнали только о церемонии принятия галлюциногенного растения. Но люди были ограничены только в этой церемонии. Удивительная традиция, общение с духами, общение с природой и раскрытие в себе сверхспособностей оказалось не показано в фильме. Но фильм о том, что в том, что в том, что шаманизме в некоторых традициях используются галлюциногенные. И я сразу же хочу сказать, что в сибирской шаманской традиции не используются галлюциногенные растения. Более того, мы прекрасно понимаем, что когда шаман общается с духами, он руководит этим общением. Но когда человек принимает какие-то галлюциногенные растения, то получается наоборот. Дух этого галлюциногенного растения управляет человеком. Говоря простым языком, человек попадает в рабство к духу. И дух галлюциногенного растения заставляет страдать человека. И человек испытывает эмоции, негативные переживания, и этими эмоциями питается дух. Очень часто, когда я об этом говорю, мне задают встречный вопрос. Мне говорят, но как же так? Ведь это древняя традиция, использовать галлюциногенные растения. И те древние шаманы, которые эту традицию создали, они понимали, что дух галлюциногенного растения опасен. Если человек использует галлюциногенные растения, он может быстрее некоторых вещей достигнуть. И это проще, чем развивать свои собственные способности. И те шаманы, которые начали использовать галлюциногенные растения, они понимали опасность. Но им очень хотелось быстрее результатов. И они рискнули. Но для того, чтобы работать с духом галлюциногенных растений, они создали специальные церемонии. Для чего эти церемонии нужны? Во время церемонии человек настраивается на дух растения. А затем, когда пробиваются особые песни, особые заклинания, мы направляем силу духа в определенное место. Это важно. И за счет этой церемонии дух переносит человека в определенное место. И тогда дух уже не может причинить вред человеку. Но эти церемонии утеряны, никто их не помнит. Перечитайте книги Карлоса Кастанеды. Тот момент, где описываются церемонии с Пиокем. Как раз. Самое важное там не написано. Не написано. Какие песни петь? Какой должен быть ритм у этих песен? Что человек должен чувствовать? На что настраиваться? Ну что ж, получилось так, что современная молодежь оказалась в западне, в тупике. Есть информация о том, что есть какие-то удивительные церемонии Пиотле и Айваске. Но никто не знает, как их правильно делать. Но никто не знает, как их правильно делать. Традиция утеряна. И в итоге, от этой традиции осталось просто подобие наркомании. Люди становятся зависимыми от духа галлюциногенного растения. Иду галлюциногенного растения, делай с человеком, что хочет. Я расскажу вам последний случай. Три месяца назад я была в России на Дальнем Востоке, в городе Хабаровск. И мне рассказали историю. Молодая пара, девушка и парень ездили на несколько церемоний Айваске в Перу. Но в конце концов они почувствовали, что что-то не так. Почему-то мы плохо себя чувствуем. И они решили решение, больше не ездить на эти церемонии. Но женщина, руководитель той группы, которая постоянно ездит в Перу, когда узнала, что они не едут, среагировала очень плохо. Буквально в течение одной секунды она превратилась просто в демона. Начала кричать на эту молодую пару и угрожать им. Что сейчас мы поедем в Перу, и там сделаем церемонию, и проклянем вас. Что сейчас мы поедем в Перу, и там сделаем церемонию, и проклянем вас. Причем эту женщину раньше все знали, как очень доброго, уравновешенного, гармоничного человека. Что же случилось? Дух Айваска хочет получать страдания людей, и через эту женщину он пытался заставить эту молодую пару снова и снова приезжать. Я очень хочу передать вот это знание всем людям. Смысл сибирского шаманизма в том, что во всех ритуалах шаман управляет процессом. Шаман не допускает ситуации, когда он в подчинении духа. Только это дает свободу шаману. И благодаря этому я могу помогать каким-то людям, могу делать проекты в окружающем мире. Но для тех людей, которые уже столкнулись с церемониями Пьёдла, Айваска и других галлюциногенов, дам совет. Во-первых, почитайте в интернете всю информацию, которую пишут об этих церемониях. И вы увидите, как много статей написано об опасности и о негативных последствиях таких церемоний. И вы увидите, что так много информации рассказывают, как опасны эти церемонии. Но второй момент. Какая цель того, чтобы вы едете на эти церемонии? Ведь наверняка цель открыть себе какие-то способности. Наверняка цель изменить какие-то обстоятельства в жизни. Наверняка цель помогать людям. Давайте задумаемся, что всё это можно делать без галлюциногенов. Попытайтесь поискать другой способ. Например, в сибирском шаманизме мы используем естественные способности тела. То есть это умение входить в состояние транса путём дыхания, голоса и ритма Будда. Мы, в сибирском шаманизме, получаем этот состояние с помощью стимы, ритма и дыхания. Это естественно. Это очень естественно. Это природно. Это для нас отдельно. Мало того. Это уже доказано учёными. И также научно доказано. Так что если вам интересно, экологично и безопасно развивать свои шаманские способности, ждём вас. Приходите. Но я буду знакомить вас с традициями с сибирской шаманской традиции дальше. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо. 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 Удачи. PALACE В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ